Трудно представить современный мир без экологов. Эти специалисты следят за здоровьем нашей планеты, заботятся о чистоте воздуха, воды и почвы. Все это напрямую влияет на нашу жизнь. С каждым годом появляется все больше энтузиастов, которым небезразлична природа и бережное к ней обращение. Статистику подтверждает количество участников ежегодного всероссийского экологического диктанта. Только в 2022-м в испытании приняли участие больше 4 миллионов человек. В Самарской области больше 150 тысяч. Регион по праву может назваться одним из лидеров экологического просвещения. Наш регион вошел в топ-4 среди регионов России. В этом году мы надеемся побить рекорд, войти уже в топ-3. Экологический диктант Самарской области поддерживается на высоком уровне. Это и наше министерство, прежде всего Министерство образования и науки Самарской области, поддерживается корпорациями. Тест экологического диктанта состоит из 25 вопросов. Здесь и сохранение озера Байкал, и правильная утилизация бытовых отходов и электроники. В этом году в перечень тестов включены вопросы, которые касаются новых регионов России, особенностей их экологии. Экологический диктант уже на территории как Самарской области, так и России в целом проходит уже пятый год, то есть юбилейный, так сказать. Экологический диктант направлен на повышение уровня экологической грамотности, как и детей, молодежи, так и педагогов, всех заинтересованных в данной сфере для каждого слоя населения. В Самаре площадкой проведения экологического диктанта в этом году стал областной детский эколого-биологический центр. Впервые испытания проходят дети с ограниченными возможностями здоровья. У них те же задания, что и у других участников, только помогают отвечать на вопросы родители, опекуны и кураторы. Традиционно участие в диктанте принимают и школьники, учащиеся младших классов среднего и старшего звена. Посещают площадку и студенты профильных специальностей, будущие экологи Самары. После прохождения испытаний и проверки результатов, специалисты подведут итоги. И уже через месяц мы сможем узнать, какой регион России самый просвещенный в вопросах экологии. Михаил Ермоленко, Григорий Плешаков, События.